В Одинцовском ледовом дворце собрались юные зрители округа. Вместе со своими родителями они пришли на премьеру представления по мотивам сказки «Волшебник изумрудного города». Сказочную повесть Александра Волкова о путешествии маленькой Эли с Татошкой в волшебный город к великому и ужасному Гудвину знают и взрослые, и дети. Эта история учит ребят быть добрее, а еще тому, что всякие обманы, всякая ложь рано или поздно раскрываются, как это вышло и с Гудвином. Художественный руководитель театра «На льду» Олега Ольга Кондрашова рассказала нам о подготовке спектакля. Это очень сложный, кропотливый и многогранный труд. Это дело не одного человека, это коллектив педагогов, которые работают с детьми, который занимается с ними актерски, который занимается с ними хореографией, постановкой текстовых сцен, постановкой акробатических сцен. Участие в премьерном показе ледового шоу приняли юные артисты в возрасте от 7 до 19 лет. Подготовка длилась три месяца. Роль изначально бессердечного железного дровосека исполнила 15-летняя Елизавета. Она уже опытная актриса, в театре играет 8 лет. Говорит, что было довольно сложно скоординировать свой танец с танцем леса из-за массовости номера и вжиться в такую непростую роль. Я очень обрадовалась, когда мне дали эту роль. Я очень люблю играть как кого-нибудь. Мне нравится развивать свое актерское мастерство. А железный дровосек, он должен входить прямо в роль. Мне нравится. Очень исполнять его. Надеюсь, мне получится. И получилось. Дети в полном восторге от спектакля, в финале которого вместе с Дедушкой Морозом и Снегурочкой они зажгли новогоднюю елку. А после всем вручили традиционные подарки. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.